И снова здравствуйте! Достаточно большое количество раз под видеороликами Роксаны, то и дело появлялись комментарии о том, что GTA Online либо умирает, либо уже мертва. Параллельно с этим, на протяжении последних пары-тройки лет, в видеороликах некоторых довольно популярных YouTube-каналов массировано насаждалась другая идея Фикс. И звучала она примерно так. Это обновление GTA Online для консолей предыдущего поколения будет последним. А в качестве аргумента они говорили о том, что GTA Online стал слишком тяжел для этих консолей, в результате чего тормозит и фризится настолько сильно, что невозможно становится играть, особенно в открытых сессиях, где много игроков. Самый же парадокс заключался в том, что все вещающие об этом играют в ПК-версию. А когда им в комментариях задавался вопрос, какими критериями они руководствуются, выдавая многотысячной аудитории такую информацию, они чаще всего ссылались на некоего подписчика, который им об этом написал. Ммм, вон оно как. То есть получается, что эти господа предпочитают отталкиваться не от собственного опыта игры на хуанах и четвертых плойках, а от слов рандомного чувака. И ни одному из них даже в голову не пришло спросить у него, ненавид ли куплена его консоль. И вообще обслуживалась ли она, ведь причиной тормозов на консолях чаще всего является либо банальный перегрев, либо осыпающийся жесткий диск. Ну, как говорится, собака лает, караван идет. Обновы GTA Online как выходили, так и продолжали выходить на все платформы. И только адепты отмены консольной GTA Online успокоились. Как появилась новость, после которой они и вовсе стали заявлять, что Rockstar Games открытым текстом заявили о прекращении поддержки этих консолей. И даже более того, некоторые из них на серьезных щах начали делать прогнозы, когда настанет этот момент, и даже прозвучало, что 2024 год будет последним для этих консолей. Так, стоп, хватит дезинформации. Давайте так. Оригинальная Роксана на четвертой плойке живет по сей день. Даже с учетом того, что весь ее прогресс был перенесен на пятую, ее хоть и обнуленная версия до сих пор существует и время от времени даже записывает с PlayStation 4 свои видеофутажи. А посему давайте разберемся в сути происходящего, отталкиваясь от личного опыта, а не со слов некоего подписчика. Она играла и в пустых сессиях, и в полных, и в городе, и за его пределами. И далеко не по одному часу в день. За все это время она ни разу не столкнулась ни с сильными просадками, ни с фризами. Так, а что там говорили адепты отмены консолей? Говорили, якобы сами Rockstar Games признали, что консоли предыдущего поколения уже не тянут. Давайте обратимся к первоисточнику, а именно к тому самому абзацу в статье от 18 января 2024 года. Цитата. Приближаясь к пределу технических возможностей консолей предыдущего поколения, мы стараемся своевременно предпринимать все необходимые действия для оптимизации работы GTA Online. В частности, начиная с 20 февраля 2024 года, видеоредактор Rockstar, включая все сохраненные в нем проекты и клипы, станет недоступен на консолях PlayStation 4 и Xbox One, но продолжит поддерживаться в полном объеме на PlayStation 5, Xbox Series, XS и PC. Это позволит нам как можно дольше обеспечивать стабильную работу GTA Online и последующих игровых обновлений на PlayStation 4 и Xbox One. В принципе, все понятно. История повторяется. Чтобы вы понимали суть происходящего, давайте обратимся к истории. 15 марта 2022 года на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series состоялся релиз новых версий GTA 5 и GTA Online. Помимо некоторых изменений в графике, новые версии имели и некоторые более существенные технические различия. А именно, теперь это стало не одной игрой с функцией мультиплеера, а двумя независимыми продуктами, которые можно приобрести отдельно. Более того, версия GTA Online первые три месяца была доступна для скачивания на консоли нового поколения совершенно бесплатно. Кроме этого, новая версия GTA Online имела в себе контент и возможности, недоступные на предыдущей версии. А тех, кто использовал функции внутриигровой записи и редактирования видео, в новой версии GTA Online ждал сюрпризец. Эти функции были недоступны. Видеоредактор Rockstar, включая все сохраненные в нем проекты и клипы, станет недоступен на консолях PlayStation 4 и Xbox One. А для того, чтобы получить к ним доступ, надо было приобрести сюжетную игру GTA 5. Более подробную информацию об изменениях в работе видеоредактора Rockstar. Включая информацию о том, как сохранять и экспортировать проекты в видеоредакторе Rockstar на PlayStation 4 и Xbox One, можно найти на сайте службы поддержки. Вот он, момент истины. Кроме того, в новой GTA Online помимо эксклюзивного контента стали появляться и новые функции. Например, выбор роли при создании нового персонажа, подписка GTA Plus и отслеживание прогресса карьеры. Далее появились еще автоклуб Вайнбуда и гаражи на 100 автомобилей, доступные только для подписчиков. А также в GTA Online из сюжетки перекочевали события с животными, велогонщиками, байкерами и туристами. В конце концов, между старой и новой версиями GTA Online в буквальном смысле образовалась пропасть. То есть их различия стали настолько велики, что Rockstar Games объявили, что пора завязывать, и надо переводить консоли прошлого поколения на ту же схему, что и новые, ибо это было и логичнее всего, и даже сулило некоторые дополнительные прибыли в виде реализации игр по отдельности и возможности пересадить старых консольщиков на подписочку. Возвращаемся в наше время, и абзацы статьи от 18 января видятся нам уже в совершенно другом контексте. Роксана никак не претендует на звание датамайнера и уж тем более инсайдера, но ближайшая перспектива для игр GTA 5 и GTA Online. Да-да, вы не ослышались, именно для игр, а не одной игры. Ей видится примерно следующий. GTA 5 и GTA Online разделят на две. Онлайновая составляющая получит некоторые плюшки из новой версии. Какие из них увидим в будущем, не исключено, что даже включат животных и фотоохота на них. Не исключено, что появится и возможность делать прокачку машин у шутника и затейника Мастера Хао. Ну а практически с 99-процентной уверенностью можно предположить, что появится выбор ролей для новичков, отслеживание карьеры и, конечно же, подписочка с соответствующим ей контентом. Разве это плохо? Отнюдь нет. Это просто великолепно. Ну а заявление о том, что Rockstar Games приблизился к пределу возможности консолей PlayStation 4 и Xbox One с очтём милым каламбуром, который оправдывает то, что на горизонте уже вспыхнула новая звезда в виде шестой GTA, а онлайн у пятой и шестой может остаться общим. Ну и ещё разочек пройдёмся катком по пророкам с популярных GTA-каналов, которые пророчат смерть GTA Online на четвёртых плойках и хуанах на протяжении последних двух-трёх лет. Подавляющее большинство из них рекламируют нелегитимные услуги по прокачке. То есть каждый видос — это новая рекламная интеграция, а следовательно и копеечка в карман. А чтобы увидели их рекламу, нужен хороший кликбейт. Впрочем, не нам об этом судить, для этого есть зрители. Напишите, что вы думаете по этому поводу и спасибо за просмотр. Ммм, чуваки, вы ещё тут? На четвёртых и пятых плойках прямо сейчас можно на халяву забрать GTA 5 и онлайн, просто имея подписку PS Plus Extra. Так, на всякий случай, чтоб вы знали.